Площадью контрабандистов прозвали в народе парк в центре Стамбула, в квартале Аксарай. Именно здесь встречаются будущие пассажиры и их нелегальные перевозчики. Ежедневно с наступлением темноты сюда приходят десятки беженцев с пластиковыми мешками, в которых спрятаны вещи первой необходимости и спасательные жилеты. Среди контрабандистов много сирийцев, как, например, Али из Хомса. Он называет себя именно так, ведь его в бизнесе нужна конспирация. К контрабандисты сначала готовят место, где людей будет ждать автобус, а потом говорят туда идти. Место они выбирают очень тщательно, смотрят, где сейчас нет полиции, проверяют все районы, созваниваются между собой, а потом собирают людей и отправляются в дорогу. Все происходит очень быстро, буквально 15 минут, и автобус уже в пути. Но не всегда удается обмануть полицию. Иногда такие автобусы перехватывают по дороге, штрафуют и отправляют назад. Но в большинстве случаев все проходит гладко, и люди приезжают в турецкие прибережные города, а далее отправляются на греческие острова на лодках. Это путешествие по воде не такое уж долгое, но очень опасное. О безопасности беспокоится турецкая береговая охрана в пунктах отправления пассажиров. А контрабандистам же абсолютно все равно, например, что армит море или нет. Им главное побыстрее избавиться от мигрантов. Анкара в сотрудничестве с ЕС разработала ряд мер, чтобы остановить незаконную миграцию. Но Турции очень тяжело контролировать береговую линию протяженностью в 10 тысяч километров. Причем побережье урезано бухтами и заливами. Идеальные условия для контрабандистов. Зимой, особенно в январе и феврале, у нас неблагоприятные погодные условия. Но это не останавливает контрабандистов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы ловим гораздо больше контрабандистов и находим гораздо больше беженцев. По информации турецких властей, в 2015 году были задержаны 146 тысяч мигрантов, а также около 5 тысяч контрабандистов.